всем привет продолжаем ремонтировать миссубиси шариот мы сегодня продолжим займемся установкой двигателя меняем двигатель первой части мы демонтировали видео про замену рейки не стал снимать заменили мы уже рейку здесь ничего по принципе сложного нет когда мотор снятый хотя довольно проблематично там где коробка и вытернет тяжеловато ну а так по сути ничего страшного заменить подушку там шаровую а кое-что по мелочи рулевой наконечник еще мелочевки много ну и в этой части уже будем его устанавливать на место и уже как обвязывать ну и как говорится первый пуск так ну а сейчас впереди с чем устанавливать давайте подготовим двигатель вот они два двигателя лежат этого контрактный это весь который стоял что нам надо сейчас сделать сейчас снимем оттуда лишние запчасти вот этого крепления но не нужно здесь тут ролик какой-то проходит здесь его нет этого роли когда на этом двигателе получается поэтому смысла в нем я не вижу тут наверное ремень другой немножко стоит короче так вроде у него все похоже до основное поснимать на шлантики лишние к суду снять подкрутить чтобы ничего это не болталась не мешала здесь короче сейчас в общем подготавливаем и будем уже устанавливать подготовили можно утыкать так ставим вместе шкивом со шкивом вернее не без шкива стоим со шкивом так у нас этот лепесток правильно стоит смотри там жопа я там будет все проходит встанет честно болты какие ну куберилу надо чуть-чуть коробку наш монтажку давай все таки пришлось открутить шкив ни фига он нет не проходит между лонзерона болты эти ну да да направляешь по-другому не поставить кстати ржавый фонарик второй ремешок есть балансированный вал крутит который видно уже давно лежит мотор маленько ржавчинка есть но это ерунда ну все теперь я думаю пройдет смотри красавчик что там у тебя проходит проходит что много еще зашибись катетик все надо какой-нибудь один болт вот этот сейчас пойдет вот 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 этот покороче даже нам там же он должен на коробке зацентрироваться держи сейчас коробка попала давай пол что у нас этот лепесток провернулся что ли блин а у нас штифты то там остались в коробке и здесь штифты есть ёбарс мать бля так сняли эти штифты один с коробки сняли другой с этого даже много пустил давай болт давай здесь что-то он на коробку не хочет садиться съем все вон там на центр не может сесть на мы этот не повернули лепесток да о ну все не затягивай подожди тот надо тогда верхней натравить еще угловой вот этот а тут длинный да да нет он подлиннее или какой же смотри по резьбе вместе с этим мухом прикручивай ты немножко нажми дай мне руки болт отойди сам все кстати перекручиваем в общем тут ничего такого больше нет сейчас подушки сам двигатель подушки подушки сейчас таки будет еще там провернуть правильно вот попал давай ключ ничего такого нет дай большой оборотов так следует привернуть вот паская движок на месте сейчас будем помаленько вязать все двигатель мы воткнули даже уже можно сказать все привязали просто у нас кое-что не достает еще запчастей нету дросселя он там владелец перебирает кстати я в прошлом видео сказал что он тот старый двигатель перебирал отдавал оказывается потом то андрюха мне сказал андрюха собирал уголов клапана придирал там два было загнутых да или что мы меняли это наш Андрей делал я забыл как раз красил эту аристу или что мы там красил короче забыл я просто так ну я говорю что тут осталось радиатор поставить но радиатор там надо одну трубку заглушить здесь у нас это я подцепил воздуха еще электро котел на него надо поставить но мы когда все соберется здесь тогда электро котел воткнем ну и уже будем пробовать но это будет завтра уже а так в принципе мы все обвязали а гаек он еще на коллекцию не хватает на приемной трубе не знаю где он ее взял куда положил не могу найти созвонюсь ну в общем может завтра сам он подъедет постараемся это делать убирать его тоже у нас еще дела там есть с мерседесами с нашими а вакуум надо откуда что делать вакуум это с капотом это не вакуум это бывает а что он ведет совсем какой фиг ну ладно это все ну вот и в общем на сегодня вот так вот мы сделали в принципе нормально еще кучка запчастей тут осталось лишних ну вот это тоже порога кстати хорошего здесь стыкерки все целенькие по идее надо ее оставить тут все целое не поломано ничего кондерчик он все тут так же есть наши вон отрезали просто ну отрезали в сути там при желании это все распаять здесь можно ну мы себе ее оставим только сумма так сейчас поставим дроссель осталось нам тут вот такой дросселин у него тут моторчик там шестереночки у него такая замороченная система короче и тут останется нам сейчас радиатор еще установить и котел подключить тоже уже с радиатором там тоже есть проблемка новый радиатор где-то он сдавал в лесу а его проколол маленько трубочку да вот с этой стороны вот отверстие видите сейчас надо нам эту трубочку одну заглушить глушить будем варварским способом тупо ее загнем сейчас вот так вот маленько уберем сотки вот здесь конечно на воде уже на таком варианте не поездить одна трубка это не страшно ну сейчас я ее разрежу и тупо загну сюда и туда завальцую еще ничего тут такого страшного нет тушим попробуем ее разрезать легко разрезается ну и тупо сейчас вот ее загнем несколько раз придется маленько по-другому сделать в трубке говно полно при загибе ее и сжатии она лопается снова в другом месте только сейчас мы сделаем тупо вот так вот герментиком замажем сколько сможем это герметик в принципе хороший он держать будет сто процентов и тупо зажмем все больше ничего тут делать не было вот так вот я сжимаю вот так вот я думаю будет лучше чем перегибать потому что она лопается ну и тут так же сейчас сделаем так сейчас еще переставим вот эти радиаторы прийти вентилятора пока не ворота зря ты не делал дай ключ на стол и другой лучше тихо тихо Все Радиатор конец Сейчас еще один надо агрегат нам поставить Котел Так, ставить мы будем его как Так, сам сейчас пока в сторонку Будет врезаться вот в этот патрубок В верхнем у нас Куда-то вот сюда Короче, надо его Врезать И сюда Вот так И вот этот Будет Рывничком врезаться Вот в этот шланг В шланг печки Потому что Почему в него Как раз В эту сторону Ну, это как бы он тоже с помпа берет С обратки будет браться Поэтому Давай ножик Андреянович Я его распрежу Так, ну, котел почти установили Короче, берет он Вон он Стоять будет прямо вот здесь На шланге Он на нем же и висеть будет Ставим клапан Обратно Чтобы потом печка не циркуляра Не толкала Сюда дуй Обратно Нет Так А где переходнички Тоненькие Вот это Что-то Сболтался По всей Я это не хочу Тут вот такие есть Только блин отверстия Что тут внущает Он хоть будет Через нее проталкивать Почему-нибудь котел-то Что-то прям вообще Хорошего держит Так Получается Я его вот сюда вставляю У шланг Так У шланг одеваем Сюда Клапан у нас пропихивается дальше Как-то так Так Все-таки клапан Мы немножко неправильно поставили Его надо перед нагревателем Потому что тут он От кипятка Туда Его расплавят Туда не дуй Туда дуй Туда дуй В правильную сторону Поставить его Вот так вот Вот так вот Теперь Котла Они раньше как вышли Сразу с клапанами уже Были встроены в них А сейчас Какое-то блин делают Тоже все Утешевление Как он Клапан будет работать Кто бы его знал Еще Вот Тоже Ну что Вроде котел поставили Заливаем сейчас Антифриз Еще масло Она там Старая Звежка слить И залить свежее масло Гидрач надо Двигатели масла Воздухан поставить Пока сейчас Воздухан не ставлю Посмотреть Чтобы котел Все шланги проверить Так-то в принципе Все подключено Запустим Потом котел проверить Еще В общем Ничего Тут уже Маленько осталось Сольем еще Японское масло Остатки Зальем Новенькое Жидкость Жидкость Коричневый масок Коричневый масок Розету Брази Что-то я вообще не вижу У нас там Еще не стекло что-то Оно уже путешествует по двигателям Ну ладно Не пришло еще Сейчас течет хорошо Между метками Так что мало я еще четверки Что-то блян Поддон какой-то здоровый что-то Так Ну ладно В принципе все Осталось Воздухан только поставить И вот эту вакуумную трубку Что-то я не могу понять где она должна стоять Она была снятая В моем мутузе Сижу Ну сейчас Поставим Давайте Фильтр На трамблере же у нас нигде Там вакуума И нету Правильно? Нету Ну да тут конечно Вон такой Грани фантастики Вон такой Так Зажигание Зам проверить Выключено Ну что? Идет первый театр Прем или не прем? Ой Прем или не прем? Заткни пальцы Заткни пальцы Идет вот этот бензиль? Я не знаю Ну да Раму что ввести Что свистит Прем или не прем? Не прем, а не прем, а не пем, а не прем, а не пем, а не пем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверим еще вискру. Давай. О, нету искры. Вот он, видимо, отпускается. Так, а почему же нету искры? Так, может, вот этот проводок, правда... Ё-ка, нету, бабай. Выключи, зажигай. Отключи. Буду здесь на плюсе. Да нет, навряд ли это вентилятор. Так, а что мы могли тут? Неправильно сделать, что нет искры. Тут я все смотал. Этот подключил. Тыщу жопу нафиг сейчас. С пляской. Так, а что траблёр-то? Траблёр должен крутиться. Единственное, может быть, мы его неправильно поставили. Я не спорю. Он, кстати, у нас еще не затянут. О, а крути. Но искры все равно была бы. Ну-ка, крути мне сейчас. Ну, еще еще. Хорошо. А нету искры. Блин. Вот так исчезан. Надо искать, куда она потерялась. Все. Искра есть, начал заводиться. Штекер плохо одели на драмлёре. О, ты тоже радуешь. Так, подожди, давай пока заперечный заводей. Давай датчик поменяем. Не горит у нас давление. Масло. 17. Не, не надо. Стоп, пробуем. Там поменье горит. Стоп, пробуем. Что делал-то, да? Шумновато он пока работает. Смотри, раз види ничего не лежит. Зарезь яма. Сейчас я рейку потручу, посмотри рейку. А и где взяли, может быть? Раз, вот вытворили. Дышит. 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 Продолжение следует... 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 Так, далили мы немножко масла, где-то пол-литра у нас оставалось, в морс такое же заливали, ну вот сейчас видишь, полуровня, пятерка или четверка, ну полуровня это уже нормально, между метками, так что не 4, а он почему не знает, белья ваза, а он почему не знает. Так, установим капот сейчас, ну что, капот, решетку оставалось, больше ничего. Да, конечно, машина кривая, капец. Ну, кофиг с ней, едет и ладно, свои функции она выполняет. Все, входит и выходит, давай вставь на пересетку, машина готова. Ну все, давайте это видео подведем к концу. Вот такой был ремонт автомобиля Mitsubishi Shariot, год, по-моему, только с 4, что-то такое. В общем, машина нормальная, но мотор вроде работает, если будут про него какие-то еще видео, будем еще снимать. Заходите в пилилист авторемонт, так что есть пилилисты по подобным автомобилям, по Mitsubishi 2, у меня что решите, кто они, Mitsubishi и RVR-2. Один был бензиновый, дом с мотором, забыл как называется, и один этот дизельный был двухлитровый, там тоже можете посмотреть про дизели, там побольше видео, кому интересно. Ну, подобная машина тут тоже таких двигателей останется. Ну, на этом, как говорится, всем спасибо за внимание, ну и до свидания. С тем мотором, который здесь стоял датчик нерабочий, я стал у мотора снять, а на том у тебя было то, но давление масло, она должна быть, как давление масло. Резкая машина. Так, моторчик еще старый, нагрузим. Зажигаем, по-моему, равновательно. Что, задом туда заедешь? Нет, заезжать не надо. А, ну да, в принципе. Давай, давай, Андрюк, заезжай сюда. Заезжай, убираю, да. Сюда чуть-чуть, вот, давай прямо, прямо. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть. Задом никто не может заехать. Давай, давай, нормально, вот так и езжай. Чуть-чуть сюда руль. Вправо руль немножко. Хорош, чуть-чуть крути. Давай, давай, выравнивай его, выравнивай. Еще, еще вправо. Еще маленько. Вот, прямо встань. Прямо, Андрюк, вот, давай. Давай, давай, давай. Еще, еще. Не-не-не, держи, правее руль. Давай, 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 нормально. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все, хорош. Глуши пока его. Чуть-чуть правее надо было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотор тихо работает. У тебя, кстати, масло есть в глушаке. Это еще может старое, со старого движка сейчас выгорать. Слышишь, Андрюк? У тебя масла в глушаке много, блин. Глушак-то внутри весь это. Все, шарик, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА